Сегодня дороги нашего телевизионного путешествия по Соединённым Штатам Америки привели нас сюда, на берег Тихого океана, в Калифорнию. Один из 50 штатов страны. Впрочем, один из 50 штатов это не вполне точно. Хотя действительно на американском флаге 50 звёздочек, каждый из которых символизирует штат, но Калифорния это не просто один из штатов, раскинувшаяся длинной лентой вдоль Тихоокеанского побережья. Она представляет собой крупнейший центр, политический, промышленный, финансовый. И ещё. Здесь в особенно тугой узел сплелись проблемы, терзающие сейчас эту страну. Особенно ярко выступают её контрасты. Субтитры создавал DimaTorzok Калифорния Такой увидели калифорнийскую землю самые предприимчивые и отчаянные из переселенцев, когда они добрались сюда в погоне за ускользающим счастьем, в поисках, кто золото, а кто и хлеба насущного. Сегодня так в Калифорнии выглядят только места заповедные. Калифорния 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 Но то, что создано трудом миллионов, является собственностью не общества, а единиц. Калифорния Принадлежит немногим присвоившим себе плоды их труда. Субтитры создавал DimaTorzok И утраченными иллюзиями устланы эти дороги Первоклассные автострады, краса и гордость Калифорнии Предмет зависти всей Америки, которую не так-то просто поразить хорошими дорогами Здесь все движется, мчится, несется вскачь безоглядно и, казалось бы, беззаботно Но если вглядеться в этот поток внимательно, то и здесь, на таких ухоженных, таких гладких дорогах Обнаруживаешь некоторые из внешне неприметных и, на первый взгляд, малозначительных выбоин и ухабов На которых спотыкается Америка Широкие автострады строились в расчете на высокие скорости и большие машины Которые громогласная реклама объявляла символом процветания и американизма Ныне на всех дорогах установлены знаки, требующие резкого снижения скорости Страна столкнулась с острой нехваткой горючего Обнаружила, что живет непосредством капиталистическая анархия производства Безудержная погоня за прибылью привела к тому, что стали именовать энергетическим кризисом Приобретшим масштабы проблемы общенациональной На смену автомастодонтам в моду сейчас входят маленькие автомобили иностранных марок Которые на американских дорогах чувствуют себя не очень уютно Слово «Калифорния» Американцы чаще всего сопрягают с эпитетом «солнечная» Действительно, по числу солнечных дней она находится в Америке на первом месте Это обстоятельство еще в начале века предопределило специализацию Калифорнии в двух областях По части фруктов и в деле кинопроизводства Что касается фруктов, этого кита давней калифорнийской славы То многое теперь здесь не так, как прежде Нет, фрукты остались фруктами Апельсины, лимоны, грейпфруты Только если в начале века их всей Америке поставляли труженики-фермеры То ныне фермеров здесь почти не осталось Их разорили и вытеснили с земли крупные капиталистические компании Слов нет, легализация – дело хорошее Только американцы говорят, что калифорнийские лимоны и апельсины За которые теперь приходится платить втридорога Потеряли и во вкусе, и в аромате Голливуд Название некогда маленького местечка недалеко от Лос-Анджелеса Стало известно во всем мире Собственно говоря, сегодня Голливуда как такового нет Он давно поглощен разросшимся Лос-Анджелесом А киностудии разбросаны по многим районам города Но по старой традиции Центром Голливуда считается так называемый Китайский театр Расположенный на улице, именуемый Голливудским бульваром Правда, ничего китайского, кроме стилизованной крыши, здесь нет Как нет и самого театра Это старый кинотеатр, в котором проходят премьеры всех крупных голливудских фильмов И куда в дни этих премьер съезжается то, что именуется весь Голливуд На специально укрепленных бетонных плитах перед Китайским театром Коллекция своеобразных автографов Отпечатки подошв и ладоней знаменитых киноартистов Гарвит Лойт Мэри Пикфорд Дин Мартин Получить право на такой автограф – честь для кинозвезды наивысшая А равноценная причислению к лику киносвятых Вот им леют у собственноручных и собственоножных отметин кумиров Жаждущие успеха девицы и молодые люди И не вдомек им, что все здесь, в том числе и механизм создания голливудских звезд и суперзвезд Давно уже не столько категория искусства, сколько коммерции и рекламы Что слава Голливуда и те великие мастера, которые создали ее, в прошлом А настоящая – это переведенная на поток производства пошлости Та самая куча, из которой даже небезызвестный басенный петух Редко-редко может извлечь жемчужное зерно Но Калифорния сейчас – это далеко не тот всеамериканский фруктовый сад и киноцарство, какой она была в начале века Нынешняя Калифорния – это крупный промышленный и финансовый центр современной Америки В Сан-Франциско расположена штаб-квартира Бэнк оф Америка Самого большого не только в Соединенных Штатах, но и во всем капиталистическом мире До недавних пор акционеры этого банка считались оплотом консервативных сил страны Однако новые ветры, дующие в сегодняшнем мире, не обошли стороной и эти стены Руководители Бэнк оф Америка – среди тех, кто выступает за улучшение отношений между нашими странами За всемерное расширение американо-советских экономических связей Дают в Калифорнии о себе знать и прямо противоположные тенденции Активно действуют враги международного сотрудничества И это неудивительно, ведь именно здесь, на Тихоокеанском побережье Америки Окопалась немалая часть того, что именуется военно-промышленным комплексом Субтитры создавал DimaTorzok Калифорния – это небольшие поселки и огромные города Это красавец Сан-Франциско с его чудом техники, висячим мостом через бухту, своеобразными зданиями и огромным портом Знаменитый Сан-Франциский университет в Беркли Один из крупнейших в стране Тысячи студентов занимаются на его факультетах Экзамены, экзамены Студенческие заботы везде одинаковы Но не всегда университет в Беркли выглядит так мирно Уже несколько лет он является центром прогрессивного студенческого движения в Соединенных Штатах Америки Не раз за эти годы к выступлениям халифорнийского студенчества было приковано внимание всей Америки Сан-Франциско с Беркли Сан-Франциско с Беркли Калифорния Один из главных культурных центров страны Помимо знаменитого Голливуда, она славится своими научными учреждениями, своей консерваторией. Из этих классов вышли многие известные музыканты. It sounds like a passage, which I don't want. You know, more. Expand yourself. Not a passage, lad. Chemistry. You know, it must be something scary. You know. Впрочем, в ходу здесь не только классика, но и... Академия Академия. Академия Академия. Некоторые из экспонатов такого музея озадачивают даже привыкших ко всему американцам. Тихий океан. У калифорнийского побережья Америки он оправдывает свое название чаще, чем в каком-либо другом месте. Своенравный великан, он здесь действительно нередко бывает тищим. Некогда пустынное, почти необитаемое, тихоокеанское побережье страны стало ныне важными морскими воротами Соединенных Штатов. Это песчаный пляж, доставляющий в знойные дни радость горожанам. Субтитры создавал DimaTorzok Одна из достопримечательностей Лос-Анджелеса – знаменитый Диснейленд. Чудный город, созданный на радость детворе замечательным американским художником и кинорежиссером Уолтом Диснеем, автором таких шедевров мультипликации, как Бэмби, Белоснежка и Семь гномов. Американцы недаром гордятся Диснейлендом. Попасть туда – мечта каждого американского мальчишки и девчонки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В рациональной, несклонной к человечности Америке, детский городок на окраине Лос-Анджелеса – поистине чудо. Чудо доброты, любви к малым семьям. Чудо доброта. Пожалуй, эта штука в Америке из самых дефицитных. Особенно хорошо это знают те, кто живет в кичащейся своим богатством стране на положении отверженных. В число таких отверженных на западном побережье Соединенных Штатов наряду с неграми входят чекановс – миллионы американцев мексиканского происхождения. Именно они населяют самые бедные кварталы Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Именно на их долю приходится самая тяжелая и низкооплачиваемая работа, высокомерие белых американцев, самые скверные жилищные условия. Играет музыка Природная жизнерадостность и оптимизм, свойственные сынам мексиканского народа, помогают им выстоять в нелегкой борьбе за хлеб, за человеческое достоинство. Природная жизнерадостность и оптимизма Природная жизнерадостность и оптимизма называют простыми американсами, простыми заботами на одной из простых, нефасадных улиц Лос-Анджелеса. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок